МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ежедневная информационная программа Губерния в студии Татьяна Прокопенко. Коротко о главном. Восьмера по лавкам. Глава семейства обездвижен после ДТП. Какую помощь мецената собираются оказать многодетной семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации? Деликатная проблема. Как жить в квартире без туалета? Труба тоже замерзла, ее разорвало. Брызгало тут на весь туалет. Чужая нужда не трогает чиновников. Почему никто не спешит делать ремонт в муниципальной квартире? Электронная очередь в первый класс. Возможно ли сбои в системе? И в школе прекращается подача заявлений. И из дома родители не смогут подать заявлений. Какие проблемы могут возникнуть при записи ребенка в школу? Сильные духом русская традиция или экстремальное испытание? Сколько тысяч ивановцев окунулись в прорубь? Получено официальное подтверждение гибели жителей области от свиного гриппа. Посмертное исследование подтвердило присутствие вируса АН1. Речь идет о 13-летнем мальчике из Вичуги. Еще один пациент выздоровел. Случай с пациентом в Вичуге летальному исходу способствовало позднее обращение. Врачи называют это терминальной стадией. Эпидемиологи говорят, что два случая – это не тенденция паниковать рано. Тем не менее, настаивает на применении профилактических средств. Тех же, что помогают избежать классического сезонного гриппа. Предлагается свести к минимуму пребывания в местах скопления людей, соблюдать правила гигиены и в случае недомогания обращаться к врачу. Бывший руководитель регионального Ростехнадзора Александр Канаев, осужденный за получение взятки в крупном размере, теперь курирует завтраки и обеды ивановских учащихся. Накануне он возглавил комбинат школьного питания «Школьник». Вместо семи лет тюрьмы, которое просила прокуратура, освобождение в зале суда вместо 10 миллионов штрафа – 7. Приговор Александру Канаеву за получение взятки не сравнить с последующими приговорами чиновникам по аналогичным делам. Канаев признан виновным в получении 50 тысяч и еще 125 тысяч рублей от руководителя учебного комбината. Решение суда огласили еще в декабре 2013 года. Тогда же ему запретили в течение трех лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. А вот директором муниципального предприятия он может стать и стал. 18 января Канаев возглавил Ивановский МУП – комбинат школьного питания «Школьник». Сегодня Ивановская администрация объявила о слиянии двух муниципальных унитарных предприятий. Путем присоединения объединили специализированное унитарное предприятие по санитарной уборке и эксплуатации объектов благоустройства и городскую спецавтобазу жилищного хозяйства. Близкие по профилю предприятия городские власти предполагали объединить достаточно давно, но произошло это только сейчас. Директор Геннадий Панчин и название слитым организациям достались от спецавтохозяйства. Предполагается, что слияние этих предприятий позволит сэкономить бюджетные деньги. Субподряды по уборке улиц Иванова будут оставаться в казне. Снизятся и расходы на управление. Другим темам родители отдают предпочтение электронной записи при устройстве ребенка в первый класс. Пример 30-й ламской школы, которая открыла сезон в 2016 году, показал, что львиная доля отправляла заявление из дома на электронный портал. 30-я гимназия представляет особый интерес для родителей в силу своей специфики. Раньше под школьными стенами они держали живую очередь. Рассказывают о случаях, когда замерзшие и голодные родители жарили сосиски. Сейчас из 77 заявителей только 9 подали документы лично. И примерно 30 человек перестраховались. Один родитель занимал живую очередь, второй отправлял электронное заявление. В рецепт гимназии к двум первым классам был добавлен еще один. Лишь два заявителя не попали в список. Но организаторы приема говорят, что места освободятся. Не все заявления дойдут до конца. В любом случае электронная запись сделала живую очередь бессмысленной, говорят в городском управлении образования. Если даже случится такое, что произойдет технически какой-то сбой, то одновременно и в школе прекращается подача заявлений, и из дома родители не смогут подать заявлений. Все будут в равных условиях находиться. Мы либо продляем время, либо переносим на другой день прием заявлений в этом образовательном учреждении. Деликатный вопрос решает и не может решить семья Пономаревых из Иваново, где воспитывается ребенок-инвалид. Живут они в муниципальной квартире. Туалет один на две квартиры. Находится в общем коридоре. Неделю назад из-за морозов лопнули трубы, раскололись бачок и унитаз. Однако неуправляющая компания, не собственник жилья, администрация на помощь не спешат. Дарья Костина подробнее. Полгода назад наша телекомпания уже помогла семье Пономаревых. Даша инвалид. У нее недоразвитость речи, плохое зрение. Так получилось, 1 сентября девочку отказались взять в школу. После нашего сюжета место для ребенка чиновники нашли. Теперь первоклассники для занятий физкультурой требуются лыжи. Только вот куда ушли деньги на них? В туалет. Живет семья в бараке, в муниципальной квартире. Удобства, если можно их так назвать, в холодном коридоре. Один туалет на две квартиры. Неделю назад в морозы в уборной Пономаревых лопнули трубы. Разорвало бочок и унитаз. Вызвал слесарей. Ничего не сделали. Приехали, заглушку поставили. Труба тоже замерзла. Ее разорвало. Брызгала тут на весь туалет, грубо говоря, вода. А соседи? В данный туалет соседи просто не пускают. Говорят, нам это не нужно. Ребенок пока без туалета, грубо говоря, живет. Ходит в школе в туалет. Но дома пока не пользуетесь. Унитаз 4 тысячи рублей. Столько же установка. Плюсом ремонт труб и стен. Денег на это у семьи нет. Александр трудился в ДСУ-1. Зимой, говорит, работы нет. А следовательно и зарплаты. Живут на пенсию дочки по инвалидности. Обращался в ООО «Город». Сказали, это все будет стоить платно. А так как вы не хотите платить, ждите через неделю, может через две, может через месяц приедутся, делают. Вот и все, что они нам могли ответить. Звонили в администрацию города Иваново. То же самое сказали. Решайте сами. Платить мы вам ни за что не будем. Устанавливать тоже ничего не будем. Квартира муниципальная, то бишь администрации города Иваново. Но все равно ничего не хотят делать. Ответа из администрации от начальника управления ЖКХ Евгения Бадигина пока нет. Семья Пономаревых надеется. После громкой огласки их деликатный вопрос решится. Дарья Костина, Денис Железов. Программа «Губерния». Крещенские купания в снегопад. Насколько сильны оказались традиции. Чем и как помогает многодетной семье глава, который попал в ДТП? Зимовка уникальных белых львят. Успешно ли прошла адаптация? Мы расскажем об этом сразу после короткой рекламы. Оплачивайте услуги связи компанией «Интеркомтел» банковской картой. На сайте 3w.icomtel.ru. Телефон для справок 939393. Русское радио. Все будет. Хорошо. С 30 января спешите увидеть грандиозное шоу белых медведей в Ивановском цирке. Телефон 41613. Вы смотрите программу «Губерния». Ёлочные браконьеры нанесли ущерб лесному фонду в области почти на полмиллиона рублей. К такому выводу пришел Комитет по лесному хозяйству после подведения итогов профилактической операции «Елочка». В предновогодний период лесные инспекторы фиксировали случай незаконной заготовки и вырубки хвойных молодняков. В рамках этой операции мобильные группы провели более 150 рейдов. Маршруты контроля проходили по местностям, где наиболее возможны нарушения лесного законодательства вдоль дорог и вблизи населенных пунктов. По итогам проверки выявлен один случай незаконной заготовки, а общее количество срубленных деревьев составило 18 штук. Сумма ущерба – более 435 тысяч рублей. Крещенская ночь в регионе обошлась без происшествий. По данным полиции, в традиционных ночных купаниях приняли участие более 11 тысяч жителей региона. Впрочем, в прорубь люди окунали с течением всего сегодняшнего дня. Насколько крепки традиции у ивановцев и что по этому поводу говорят медики, выяснял Сергей Веселов. Крещение в этом году обошлось без традиционных морозов под знаком сильного снегопада. Однако это не помешало желающим окунуться в прорубь. Хотя, в общем-то, погода для всех процедур не очень благоприятная. Купаться при сильном ветре некомфортно. Парк имени 1905 года. Это единственное в Иванове разрешенное место для крещенского купания на открытом водоеме. Прорубь недалеко от берега. Удобный спуск, да и неглубоко. В этом месте летом располагается детский пляж. Основной наплыв желающих окунуться пришелся на ночь, но и с утра. Люди продолжали приходить. Евгений Гришанов купальщик опытный. В прорубь на крещение ныряет седьмой год подряд. Говорит, каких-то особых техник, чтобы справиться с холодом, нет. Да самое главное верить, что все будет хорошо. Верить в Бога и все будет замечательно. А какой все равно настрой должен быть? Сила воли, конечно. Мы же русские люди. Нам ничего не страшно. Но это просто только на словах. Температура воздуха минус 6 градусов. Температура воды плюс 4. Раздеться на пронизывающем ветру и самостоятельно залезть в прорубь – непростое испытание для новичка. Первый раз. Тут очень холодно. Но все-таки от этого стоило, как заново родился. Да, вот под речком даже сейчас стою, но не очень холодно. В общем, мы рады. Святой источник на Первой Полянской улице. Здесь, в отличие от парка, совершить крещенский ритуал можно в более комфортных условиях. Две специально оборудованные купели – для мужчин и для женщин. Палатка с обогревом, в которой можно переодеться. Ну а если в прорубь все-таки не тянет, то можно просто набрать воды в источнике, поскольку она, согласно поверьям, обладает чудодейственными свойствами. Ну, у меня двое детей. Один из детей – особый ребенок. Я его сейчас обмою, поскольку я его сюда не могу привезти. И так пить будем вечерами для того, чтобы очиститься, поскольку это крещенская вода. Традиция традиции, но медики советуют к решению окунаться в прорубь подходить взвешенно. Все-таки нырять в ледяную воду – это большой стресс для организма. И не рекомендуют этого делать людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Сергей Веселов, Владимир Хамилев, программа «Губерния». В семье с 8 детьми из Новопесцова, Вичугского района, меценат обещает подарить дом. Точнее, перестроить уже имеющееся однокомнатное жилье. Напомним, в декабре мы рассказывали о трудностях, с которыми столкнулись Бабковы. 30 ноября глава семьи Николая попал в аварию. Он ехал в Нижний Новгород, где работал вахтовым методом. В результате ДТП у мужчины раздробило кости таза. Месяц он пролежал в областной больнице. Сейчас дома, но ходить не в состоянии. В семье 8 детей от 1,5 до 11 лет. Надежда Бабкова в отпуске по уходу за ребенком. Выжить они смогли благодаря помощи добрых людей и волонтеров. Продукты питания им везут со всей области. Те, кто узнал о несчастье Бабковых из соцсетей или репортажа в программе «Губерния». По нашей информации, нашелся благотворитель, который хотел купить семье дом побольше, но потом все-таки решил провести реконструкцию этого и надстроить этаж. В данный момент острой необходимости в продуктах питания у Бабковых нет, но она возникнет, когда закончатся запасы, сделанные благодаря жертвователям. Помощь этой семье будет нужна, пока Николай не встанет на ноги. Другим темам. Два месяца прошло с тех пор, как в Иваново прибыли белые львы. Мартин и Ника. Подрастающие дикие кошки стали подарком к 145-летию города от Ярославского зоопарка. Как редчайшие животные переживают зиму в Ивановском зоопарке. В репортаже Марины Зениной. Львятам уже по 10 месяцев, но они все еще котята. В вольере давно освоились. Когда видят, что сотрудник несет еду, заинтересованно выглядывают из домика. Ничем не болели и не болеют. Особенных предпочтений в еде у кошек также нет. Да, они здоровые, кормят их хорошо. Говядина, да и даем кроликов, кур. Кормим один раз в день, а в морозы кормим два раза в день. Львята уже начинают проявлять характер. Мартин более агрессивный, бывает, бросается на клетку. В отличие от своей сестры Ники, она еще пугливо прячется в домике. Низкие температуры животные переносят легко. Считается, что их прародители обитали там, где огромная часть земли была покрыта снегом и льдом. Такой окрас помогал кошкам охотиться, делал незаметными на фоне бесконечных белых просторов. Сейчас они содержатся в том вольере, который для возраста, который у них нормальный вольер. То есть у них есть теплое укрытие, где постоянно работает специальный нагреватель. В холодное время они греются там. Но, как правило, они больше находятся на улице, выходят из теплого помещения, бегают, играют. Этот вольер временный. Через год, когда котята подрастут, для них построят новое, более просторное помещение. При правильном уходе в неволе белые львы могут прожить до 20 лет. Белые львы не альбиносы. Специфическим светлокремовым окрасом они могут похвастаться благодаря генам, ограничивающим желтый пигмент. Еще в 70-е годы в мире их было всего трое. Сейчас число особей достигает 300. Марина Зейна, Виктор Иванов, программа «Губерния». А сейчас коротко о темах следующего выпуска «Губерния». Штормовое предупреждение. Сможет ли регион противостоять снежному заряду? До какого числа в области введен режим повышенной готовности? И какое решение приняли власти на оперативном штабе? Образцовые абразивы. Какую продукцию немецкая компания покупает в Иванове? Я прекрасно помню, что это такое вот за кайф, драйв. Велика ли зарплата станочника и за счет чего предприятие хочет обновить оборудование? Не забывайте телефон нашей горячей линии 58-77-77. О метеопрогнозе прямо сейчас вам расскажет Анна Горынина. Я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения. В среду наша область останется во власти циклона, который, впрочем, начинает терять свою силу, а значит, понизит вероятность осадков. Подробнее о погоде через считанные секунды. Просрочки и долги по кредитам. Компания «Спас Капитал» защитит ваши законные интересы. Сопровождение проблемной задолженности. Защита должника от кредиторов. Решение вопросов с судебными приставами. «Спас Капитал». Знаем права? Предлагаем решение. Телефон 482-930. И о погоде. В среду нас ждет очередной пасмурный день. Хотя синоптики начинают терять уверенность в возможном снегопаде. Кроме того, мягкая погода опять начнет меняться на более морозную. На пару градусов станет прохладнее. Ночью в Ивановой области небольшой снег. Температура воздуха минус 11-13 градусов. Днем облачная. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха минус 8-10 градусов. К концу недели синоптики прогнозируют очередное похолодание. Днем термометр могут показать до 15 градусов мороза. В ночные часы около 20. При этом снегопады также вероятны. О погоде на этом все. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok